Итак, дорогие друзья, дамы и господа, мы начинаем наш тренинг по мануальному воздействию на человека. Это иммунальная коррекция, иммунальная терапия. Это не могу назвать в прямом смысле лечение, терапия, это все-таки лечение. Это в большей части коррекция. Перед всеми приемами, которые мы будем использовать, тракции, трасты, хрусты, всякие изломы, обязательно нужно разогреть человека. Будут разные способы его разогревания, но самое главное у человека это что? Это позвоночник. И самый наш главный акцент сейчас будет в разговоре о позвоночнике. Я покажу, вот раньше я кусочек мне показывал, сейчас целиком всю эту процедуру, специально разработанного массажа, подготовки под вот эти все мануальные воздействия. Он поэтому и называется мануальный массаж. Сразу с воздействием на космосвязочный аппарат делается. И в нем уже будут элементы тараста слышны. И соответственно это мощнейшая подготовка для дальнейших манипуляций. Работаем локтями, работаем по половинке тела, с принциповой стороны. Соответственно в данном случае с левой стороны. Начинаем, почему слева, я вам говорю в прошлый раз. Ну коротко повторюсь, но в привыкших. Потому что надо начинать со стороны сердца. Мы очень мощно разгоняем кровь, и чтобы не образовывались возможные упорки, застойные вещи. Поэтому мы начинаем сердце, оно начинает прокачивать эту кровь дальше. И разгоняет ее потом уже по всему телу. В работу у нас включены локти, поэтому обязательно смазываем еще заранее локти. В общем, как я у вас учился, помните, аккуратненько не кахуя на пациента. Вот, мы готовы. Про масло у нас будет отдельная телепередача. Ну по сути масло любое, обычное. В данном случае здесь у нас классическое масло, холодного отжима, оливковое масло. Вот, для этого пациента нам нужно положить так, чтобы у него, вот этот локоть, ближайший к нам, я специально говорю его право, потому что мы все равно будем меняться. Ближайший к нам был отставлен в сторону, либо вверх, либо вот так вот под голову. Голова развернута к нам, к нам, вот так все правильно. Потому что нам нужно вот эту сторону тоже будет обрабатывать. Противоположная рука, она лежит либо вот так висит, либо на столе. Потому что нам нужно максимально открыть трапециевидные мышцы, вот эти, да? Ну сами понимаете, здесь вот они сжаты, здесь они расстянуты. Дополнительно мы их тоже будем растягивать. Вот сейчас я как раз постараюсь показать все вместе, чтобы вы в процессе осознали, что и для чего мы делаем. И почему именно такие методы. Поэтому на начальных этапах растирания я не буду останавливаться. А, ну вот коробку просто покажу для новеньких, да? Как и в любом другом массаже, начинаем с самых легких прикосновений. И потепенно идем глубже, глубже, но в данном случае мы идем еще более глубже, в отличие от классического массажа. Классический массаж это процентов 80 в основном растираний. У нас растираний минимум, процентов 10, наверное. А процентов 80 такие локтевые воздействия на всякие сочинения. Сейчас тоже вам покажу. Значит, начинаем. Вот пока я разговаривал, если кто за месяц, я уже руки положил, чтобы его тело, его подсознание начало привыкать к моему воздействию. Потому что в дальнейшем будет оно все жестче и жестче. Сразу жестко нельзя начинать. Ну, мне многие жалобы приходят, когда люди, клиенты сходили туда или туда, там на сухую, или вообще-то же загорелось, сразу хрязь, хрязь нам поломали, потом что-то там скочило, выскочило там не в том месте. И вот люди жалуются, да? Это обезопасит вас, как мастеров, чтобы не было вот таких вот жалоб. В принципе, любая проблема исправима, если там что-то повернулось не туда, или вдруг спазмировалась какая-то мышца в процессе, не страшно. Не надо этого бояться. Это тоже можно устремить. Пока я наложил масло, ну, второе, да, наложил масло, я уже его подглаживаю. Легкие подглаживания. Дальше более энергичные растирания. Спиралевидные, любые, волнообразные, продольные. При этом тело, видите, у меня работает все. Еще раз вам повторяю, это очень важна стойка. Как в остатке единоборствах, я с ноги на ногу переношу весь тело. Таким образом, я как можно больше задаю импульса ему в тело. И все движения идут снизу вверх. Вот от крестца прямо, вот отсюда начинаю. Отсюда. От крестца и до конца. Аж даже, видите, рука туда заворачивается. Где-то трапециевидная мышца крепится к ключице. Вот это вот именно крепится. Так, еще какие нюансы. В процессе даже растирания я вот уже ставлю руку на ребро. Именно между паравитабральным валиком мышц вот этих вот, да? И самими, естественными отростками, прям рядышком. То есть уже разогреваю как можно глубже и ближе к костям. Дальпозвоночника. Да, дальпозвоночника. Что такое растирание? Ну, вы слышите, да, во время движения, если такое есть, ших-ших-ших. Вот когда вот это трение есть, таким образом мы передаем тепло. И тепло переходит в кинетическую энергию. Ну, в смысле, трение переходит в кинетическую энергию, а оно переходит в тепло. Даже видал покраснение сразу, видите, да? Уже образовалось. Один из нюансов очень важных в этой технике. И, кстати, если вы это будете использовать, это вам большой плюс, как мастерам. Многие делают мастера, ну, так называемые массажисты, кусочками чуть-чуть тут, потом чуть-чуть тут, потом здесь, потом вот так сделали. Неправильно. Надо, если вы взяли какую-то мышцу, да, или какое-то движение, надо вести его от начала крепления мышц, здесь ухаживаясь, до конца крепления. И если вы там заканчиваете, то продолжаете дальше с этой стороны. Вот ведь я уже переступил. Перехожу на шею-мородниковую зону и лопатку. Движение сильное и энергичное. Видите, один раз прошел, ты уже тепло чувствуешь, да? Вот, кстати, большое отличие, что сразу тепло. Следующий этап, мы включаем вибрации. Разный способ, ну, быстро повторюсь, да? Вот такую колбаску выпускаем, как вот я на змее вам раньше демонстрировал. Парабибральном, ну, давайте поближе, да, если бы было им. Парабибральном мышце, вот я, вот так захватываю, да? И вот так вот ее змейкой такой провожу снизу вверх. Вторая вибрация. Прямую руку, рукой берут, будем, ну, сразу пирать, вот, вот, вот здесь. И берут, будем пальцами. Это единственное движение, которое идет не одну. И, конечно, все, наоборот, пальцы. Поднимутся в воздухе. Делать, да? Вот, а сеть корпусом тела, даже не поднимаю, чтобы нажать. То есть нажатие идет, придет. Докуда можете доводить. Вторая вибрация. Мы делаем вторую ладонью, вернее, второй рукой. Эту ладонь будем вот так и подкидывать, чтобы движение было острее. Пропускаем немножко область кончик. А вот дальше уже можно усиливать. То есть я усиливаю, если смотрите, внимательно еще плечом. Если мне не хватает усилия, я еще головой. Могу подзадать, как бы, еще больше в него напор. Вектор движения получается под 45 градусов вот туда, в тело человека, и вот вперед на метр в стол. Через стол на метр в пол. Куда мы тут давим на самом деле? Вот если этот валик отодвинуть, да, получается вот эти косточки. Кто хочет, может пощупать. Да, ребер на дуга. Вот он. Сейчас еще раз задвинуем. Оп, вот он. Видишь? Да. Значит, у позвонкова... Сам позвоночник мы не сможем коснуться. Он очень глубоко находится. То есть тут вообще в пояснице сантиметров 5-7 для него. Вверх выступает это не позвоночник. Это ассисты, отростки. Они достаточно свободны. А вот сами позвонки, у них есть много сцеплений и с друг другом, и с ребрами, ну тут и с тазом. Но у них есть поперечные отростки. Они примерно вот такие. И как раз вот в этом месте они крепятся с ребрами. Грудной отдел позвоночника, 12 позвонков и, соответственно, 12 пар рёбер. То есть это как раз это действие на рёберно-позвоночное сочленение. Вот оно идёт вот здесь. Ну, условно, сантиметр 5-7 получается от оси. От оси целого человека. Вот прям в них, раздвигая, то есть раздвигая рёбра, мы и позвонки тоже, собственно говоря, раздвигаем. То есть таким образом на них добираемся через окружающие ткани. Получается через мясо, через рёбра. И вот так потихонечку подходим именно к позвонкам. Следующая вибрация. Достаточно сложная. Но я вам про неё уже давно рассказывал. В прошлых видео кто-то не видел, посмотрит. А если вы видите нас и смотрите только на канале YouTube, то зря вы это делаете. Много пропускаете. У нас тут практика сплошная. Мы всё это проверяем друг на друге. Есть такие нюансы, которые просто на видео не попадают, но они очень важны. Значит, вот мы упираемся в эти оси-стопозвонки. И будем поворачивать их вот по вот этой оси. То есть координатная ось у нас уже не Декартова получается, а цилиндрические координаты. Знаете, да, что это такое? То есть когда одна ось, у неё есть вектор не вращающий. Здесь спиралевидная немножко? Нет, не спиралевидная. То есть практически ваш палец превращается в молоточек, который вот здесь артистоп-потроски подбивает. Все виды вот этих вибраций, как вы видите, они в разных плоскостях, в разных отношениях, с разной амплитудой, с разными модальностями влияют на позвоночник. Почему именно столько вибраций? Они дальше ещё будут, ещё покажут другие там. Потому что нам, чтобы добраться до координатного святочного аппарата, нужно сначала преодолеть всевозможные блокировки мышечного корсета нашего. А мышцы бывают, если очень длительно спазмированные, то там они прямо чуть ли не деревенеют, каменеют. Пробраться бывает очень тяжело. Вот этот человек достаточно консистенции такой мягкой. Я... Размягиваешь. Некоторые люди такие массажники, они пробуют, действительно, всё деревянное, сжато. Да-да-да, особенно в возрасте бывают просто тяжёлые. Быстрее в зал. Чтобы добиться какой-то вот мобилизации позвонков, да, нужно провести чуть ли не 20-30 сеансов, прежде чем он начнёт вот эту тракцию, ну, в смысле, его позвоночник начнёт выполнять эту тракцию. Понимаете, не с первого раза получается. Ну, ну, получается с первого раза. Уже прохрустил его. А, уже даже было. Вот видите, даже во время этих вибраций было. Так вот, почему вибрации? Потому что ни одна мышца спазмирована, долго не может обсуждаться вибрацией. Рано или поздно она отпустит её, расслабится. Ну, плюс к этому есть. Кому я говорю, что он подготовленное. Тело было подготовлено. Нет, я всегда должна в процессе потом. Когда беды хрустнут. Да, да, да. Да, потом мы это добиваемся. Познируем, держим. Да. Так вот, вот эта вибрация, которая следующая получается какая-то, четвёртая, да, подсчёт. Мы захватываем его плотно. Тут просто объединено два движения. Это, во-первых, вот выжимка вот такая. Лимф, вот, помните, нажимали под мышку. Она делается медленной, потому что больше захватывается частей массы тела. И вот туда подключичную впадину. А в этом движении я просто объединил. Держим плотно, да, с утяжелением. А большим пальцем, ну, любую часть, у кого ему удобно, можно вот этой, да. Можно вот так сделать, будет острее. Можно вот эту часть, вот как пальцем гнётся. Если нога смешает, то вот эта часть, да. Если палец не гнётся, то можно его развернуть бочком чуть-чуть, и он так богом. Тогда мы упираемся в костяшку пальца, лебру младонью, противорожной руки, и ей подбиваем. Еще раз. Вот видите, как его тело качается. То есть, здорово позвоночника тогда, когда он, как у змеи, мы где-то заграли импульс, и он доходит даже до пяток. Видите? Ну и наоборот тоже отсюда задали. Это как символ, что он позвоночник здоровый. Ну, это метод диагностики, да. Метод диагностики, это мы отдельно. После наших хрустов. Ну, вот так вот будет больнее. Вот очень глубоко мы залезли. И таким образом мы, это первое наше глубокое движение, мы подсказываем его организму, что сейчас будут еще все люди работают. В дальнейшем. Принимаем лапо-леопарда. Все наши приемы, позы тоже там вы видели в других уроках. Начинаем обработать лопатку, трапециевидные мышцы, и плечо. И плечо. Приподнимаем опять эти вибрации с встряхиванием. Прямо встряхиваем плечо, оно как будто бы вот у нас выплывает, выползает от всего вот так раз и падает на стол. Тоже, кстати, говорит о том, что здоровые лопатки и грудные мышцы, они не перенапряжены. Потому что у некоторых людей, если это такое происходит, нельзя, то у вас плечо от стола. Прямо лопатка выпирает. Это вот уже как раз особенности неправильного неправильного корсета, неправильного скелета. Так. И заключаем движение тем, что переходим опять лапо-леопарда вот так вот пощипываю к пояснице, потому что отсюда мы дальше будем проходить опять вперед. Ну, вот это движение похоже на кольцевой захват из классики. Из кольцевой, помните, да? Вот только тут и лапо-леопарда мы его делаем, чтобы пожестче и поглубже. Как раз в Клюбе обычно демонстрировать на широчайшей мышце спины ее послепо захватить и продемонстрировать. Хаотично вот так вот это всего еще раз разогрели до характерной красноты и поставили наши кулачки вдоль позвоночника опять между паралитаберной мышцей вдоль впадинку самыми-самыми острыми частями кулаков, где самое сильное движение, самое сильное напряжение. И дальше прием у нас был такой. Вот мы открываем ключики будущих шлюзов. прошлись, потом открываем шлюз, вода потекла, обратите внимание, на мой корпус. Я когда делаю, чтобы дополнить свою силу, я вертикально нахожусь над ним. Даже если надо вставить на носочках, максимальное напряжение вдохновительного веса. с помощью этого веса вы можете добавить. После этого мы переходим к растиранию только уже жесткому. макаклопа леопарда. Терпи-дружок. Для академического образовательного этапа нужно потерпеть. На ягодицах закончили движение, и соответственно сразу продолжаем работать с ягодицами, чтобы не перепрыгивать сюда. Это эргономика массажиста. Я опять стою. Ну, в этом видео тоже про это расскажу. Опять стоит так, чтобы рабочая зона была всегда примерно против мониточки донтяни. Ну, чуть ниже тут, какого, примерно здесь, да? Если здесь я работала, помните, я шагал сюда. Здесь вот тут работаю. Растираем поясницу, ягодицу в двух проекциях вдоль ягодичных мышц и поперек. Что значит вдоль поперек? Вот тут они крепятся, и вот они примерно вот так вот расположены. То есть вдоль это получается вот так, мы растираем поперек, это вот так. Отжимаем эти мышцы от крестца от петла леопарда. Вот такое движение, расширяющее. Вот так. проверяем, вот что тоже очень кто-то редко, где делают. Крестцово-поздушно-затеминение вот тут вот, имеют такие коротенькие мышцы после симметрии. Они, кстати, очень часто забиты. Вот именно их мы пальчиками проходим прям по самому крестцу стараемся тоже разжать. Это разные способы, если мы постучиваем, вот такие в каждом у вас не приходили. Дядя! потом я поменяю перехожу в другую сторону. Про ягодец не буду останавливаться. Далее такой прием в нож входит в масло. Вот видите, этим движением что мы делаем? Вот его воздушная кость. То есть она выше, чем кажется. Кажется, что вот тут, да? На самом деле она вот здесь. Мощно сантиметров на пять повышен еще там восемь-десять сантиметров. У них эти кости явно выражены. То есть движение так насквозок получается под крестца временно по 0,5 градусов. Вводим нож в свой условно название под самой маленькой части шире-шире-шире пока локтем мы не раздвинем ему здесь есть мышца квадратная мышца вот такая до ребер идет до низких ребер. Тоже бывает спазмировано часто. Поэтому мы ее раздвигаем уже начинаем делать декомпрессию встали на крестец точнее на крестец а тут бугор вот емочка сверху тут бугор воздушной кости вот он его часто можно видеть особенно кузиньки ходить мы его начинаем подбивать по всей воздушной кости проходим сюда конца вот это элементе компрессии потому что что такое компрессия это спрессовывание наших полномков и дисков да вот там от головы до копчика грубо говоря да соответственно наша задача ну спрессовываться не по разным причинам кто-то ходит просто постоянно да ходу тяжести таскает у кого-то там спорт тяжелый еще что-то на кого-то просто атмосферный столб как говорил Остав Бендер на меня дает атмосферный столб культа грамм 18 вот поэтому мы отсюда от этой точки соединения крестца с позвоночником да переход L5S1 двигаемся все время вверх то есть все движения отсюда вверх а поясница с тазобедренным суставом со всеми они получаются наоборот туда вниз вот тут мы раздвигаем поэтому мы стучим вот в сторону стараясь как можно больше разжать в повесничной позвонки вот для этого делаем и кроме того это диагностика если у человека грыжа то вот эти поступки они отдадут вот сюда вот покалывание ну спросите вот после приемов как отдает не отдает ну у тебя понятно не отдает так по поводу грыжи не хотел в этом видео говорить ну вот еще один из метод диагностики это мягко нажать вот смотрите вот весь ямочки они есть у каждого человека просто какого-то явно вот и нет вот от них вот тут начинается ну в смысле на этой параллели начинается позвоночник пятый поясничный позвонок четвертый третий второй первый заканчивается чаще всего в 95 процент случаев выживают именно здесь до 5 с 1 3 4 5 чтобы это проверить мы на них прямо нажимаем силу и спрашиваем болит внутри или нет там в глубине нет не от нажатия сверху в глубине все нормально просто это один из методов остальные методы потом так и вот мы в итоге простучали вернулись к этому суставу и пару по парламенту мышцы пошли делать спириловидное движение локтем вверх но если я делаю вот так вот это просто массаж до размассируем наши цели отодвинуть эти мышцы от костей подальше до этого немножко мало лучше усилить это движение тем что мы доходим до плавающей рёбой прошли до вот уже пошли более жесткие рубы это движение вот эта мышка сильнее снижать головой головой и всем корпусом как бы подбиваем их вот туда вверх второй раз можно пройтись просто по мышцам другим немножко хватом если в первый раз мы проходили острием локтя до второй раз можно этими двумя точками либо с этой поверхностью получается треугольник достаточно плоский если человек узенький он вашего нажатия локтя просто не выдержит ну это вот ваша маневренность в зависимости от того какой человек человек да вот прошлись далее прием у нас называется если мы по кругам будем захватываем ягодицу размяли большую мышцу квадратную мышцу широчайшую мышцу спины и трапецию уже по другим углом вот туда мы как стягиваем ее разводим трапецию растягиваем параллельными протообразными ротация небольшая движение его еще раз растираем и дальше такой прием ставим лодочки вот расценили квадратную мышцу до нижних ребер пошли по рёбам немножко рывковое движение то есть раздвигаем и туда даем расширение как усилия то есть это не массажное движение такое другой совсем вот всем корпусом не хватает силы ну плохозненький может плечами так поднадавить еще после этого запускаем регату яхты то мы поставили яхты до теперь не пошли вплавь все тело у нас ходит всеми локтями